Верной компанией, верной марке, верной холдинге, как угодно, ринга. И хочу сказать еще раз, о чем мы говорили на последней лекции в музее, о полуге драгоценности, то, что вот наши идеи, может быть, у нас еще что-то немножко недоработано, потому что сегодня, может быть, вы заметите, с организацией у нас будет проблема, первым венком, вы простите, к следующей встрече у нас все хорошо. Вот, то есть два просветительских проекта, которые мы начали, ну, один начали еще в 12-м году, второй мы начали в 13-м уже году, совместно с один противник Юрьевич Салмен, второй вот с Виталией, и здесь в клубе сегодня у нас будет одна из повесток дня, это как раз выбор какой-то инициативной группы, это мне бы хотелось, кто бы сам себя предложил, это небольшая нагрузка, но это нужно для того, чтобы кто-то курировал различные проекты, потому что, допустим, помимо обучающих курсов, которые у нас будут проходить, вот там, ну там, раз, но программа появится буквально на следующий день, наверное, окончательный вариант на год, помимо вот обучающих программ 3D моделирования, у нас будут какие-то мастер-классы уже для дизайнеров, которые работают не первый день ювелирные, будут приглашаться какие-то специалисты из, может быть, больше связанные с ювелирным искусством, ну, опосредованно, как бы не сами производители, в том числе, конечно, не сами производители, то есть какие-то знаменитые дизайнеры, художники, то есть мы хотели, чтобы именно идеи исходили от самих начинающих или практикующих дизайнеров, чтобы это не было, то есть это у нас с вами такая организация, которая, если у нас есть интересы, если есть у нас общие какие-то точки соприкосновения, то мы с вами встречаемся, общаемся, обменяемся информацией, учимся и что-то еще делаем, а не то, что это какая-то беззаловка, на которую нужно ходить или чего-то это, как это потом, ну, в дальнейшем скорректируется, мы посмотрим, потому что, как бы, аналогов таких проектов нет, и вот, если там с проектом Иоаннида Юрьевича Савна и Виктория все более понятно, то здесь у нас немножко такой пока вот еще раздрайв в программе. Вот, ну, и я просто хочу еще раз представить, кто не знает тоже, Виталий Кавасаглы, это 3D дизайнер, практикующий, фрилансер, вот, никуда он не идет к нам работать в компании, вот, поэтому один из вопросов у нас, или один из круглых столов мы хотим потом посвятить все-таки, как лучше, насколько свободен дизайнер, свободен ли он работая в компании, или он свободен, и как это вообще с точки зрения, вот, то, что проник сейчас нас в интернет, в целом глобализация, и мы бы хотели, чтобы вот этот наш клуб не стал каким-то, это моя идея, местечковым, вот, нашим уральским вариантом, мы хотели, чтобы вот эта связь все-таки она была и с европейскими школами, и с азиатскими ювелирными какими-то дизайн-студиями, школами, чтобы все-таки мы не ощущали себя здесь в своей этой тарелочке, а как-то выходили на другой, тем более инструменты сейчас на рынке и в мире они существуют, это тот же интернет, это тот же где-то общение в там социальных сетях, то есть вот хотелось бы, чтобы и потом это заканчивалось какими-то личными встречами, и на этой площадке, например, или где-то там еще на какой-то другой площадке. Вот я так двух словах сказала, если у кого-то есть вопросы по моей информации, то готова ответить. Если нет, то можно начать, Виталий. Вопросы? Нету? Сейчас будем слушать его. Задавайте мои вопросы уже. Всем добрый вечер. Девушка Болеславовна меня уже немножко представила, но еще пару слов о себе скажу. Я выпускник архитектуры на академии, фрилансер, занимаюсь созданием моделей и разработкой дизайна ювелирных украшений. Ну и поскольку за время обучения, за время своей профессиональной деятельности, у меня уже сложилось определенное мнение по поводу того, что такое ювелирный дизайн, и по поводу того, какими навыками должен обладать дизайнер ювелир, я как раз сегодня об этом хотел с вами поговорить и этим своим мнением поделиться. Ну, для начала я хочу, во-первых, вас всех поблагодарить за то, что несмотря на занятости на такую продукцию, пришли на эту лекцию. Также хочу поблагодарить компанию «Илинга» и Надежду Болеславовну за то, что она все-таки настояла на создании этого клуба, потому что идея вообще ожидалась еще год назад, если не раньше. И благодаря такой настойчивости мы с вами имеем повод встретиться и поговорить. Ну и кроме того, хочу поблагодарить еще одну организацию, как клуб ювелирной торговли и особенно руководителя клуба Анастасии Педосеевны. И нужно сказать, что вообще, когда встала необходимость в поиске площадки для наших выступлений, Анастасия Педосеевна выступила агенциатором и сама предложила эту площадку. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, на мой взгляд, это немножко символично. Символично в том плане, что люди так или иначе связаны с продажами ювелирных украшений, сделали первыми шаг на встречу людям, которые так или иначе связаны с дизайном украшений. Я об этом пару раз упоминал в некоторых своих выступлениях, но скажу еще раз, по моим наблюдениям, по опыту работы с разными заводами, у меня сложилось впечатление, что вообще в облике ювелирного дизайна региона процентов на 90 определяют, как это ни странно, не дизайнеры ювелиры, а менеджеры по продажам. Потому что на большинстве заводов, не на всех, но на большинстве, как правило, Кудсовет проходит в основном с участием отдела менеджмента. И дизайнеры там бывают редко. В лучшем случае, главное, вы должны выступить на этом мероприятии. И фактически любой директор, любой владелец завода, он всегда прислушивается к мнению менеджера. То есть менеджер лучше знает, что продается, что не продается, хотя на практике это не всегда так. На практике изделия продаются совершенно разные. Но тем не менее, последнее слово всегда за менеджером. Есть, конечно, ситуации, когда эскизы принимаются какими-то совместными голосованиями всех работников завода. Но в любом случае, если менеджер скажет «нет», значит «нет». Поэтому, кстати, в этом плане, опять же, можно отметить рынка, потому что здесь художник все-таки занимает отдельное положение. Здесь его задача сводится к тому, чтобы создать какую-то интересную коллекцию, а менеджеры уже должны думать, как ее продать. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что буквально сейчас мы с вами становимся с видеть смены конъюнктуры в пользу именно дизайнера ювелира, в пользу того, что наша с вами специальность приобретает большую популярность, больше уважения в среде нашего ювелирного сообщества. Я уверена, что на наших мероприятиях у нас был представитель торговли, вот эти самые менеджеры, которые на вставке потом будут продавать те локошения, которые вы создали. И мы, может быть, даже посвятим этому отдельный мероприятие, мастер-класс, стол какой-то отдельный, потому что вот сейчас, когда эта информация была запущена, торговля, конечно же, как правильно заметил Виталий, как-то считает, что вот они отдельно, а дизайнеры и производство это отдельно. Это, конечно же, всегда очевидно, что это не так. И больше, чем мы уверены, что буквально через 1-2-3 наших встречи здесь будет половина людей из торговли. Я на этом действие, мы приложимся усилители, потому что без этого действительно будет. Просто вся проблема, она как раз заключается в непонимании, непонимании, допустим, менеджерами того, как работают дизайнеры. Я вот думаю, что если бы, к примеру, менеджеры тоже посещали наши вот эти лекции и понимали бы то, как работает дизайнер, они бы, являясь вот таким вот контрольно-пропускным пунктом для наших идей, все-таки относились бы к ним с большим доверием, потому что, когда информации нет, на что-то ориентироваться сложно. Если бы, допустим, до них довести эту информацию, как мы где работаем, было бы все-таки намного легче. А почему я вообще начал говорить о дизайнерах в таком ключе, что нас никто не воспринимает всерьез, к нашему мнению никто не прислушивается. Проблема может показаться надуманной, но на самом деле ювелирный дизайн, явление сравнительно молодое, особенно у нас в России и в том числе на Урале, он буквально с самых ранних моментов своего существования просто вынужден отстаивать право на то, чтобы так называться. Возможно, для кого-то это покажется странным, но это на самом деле так, потому что многие люди консервативного склада искусства и дизайна, они просто этот вид деятельности, вид творческой деятельности в принципе не воспринимают. Чтобы не быть голословным, я просто приведу вам пример. Одну ситуацию, которая происходит прямо сейчас здесь у нас в Екатеринбурге, как раз на кафедре ювелирного искусства, которую я заканчивал. Когда я там учился, на уровне руководства института было решено отделить все художественные специальности в отдельный факультет, как факультет дизайна, факультет архитектуры. Так у нас образовался институт изобразительных искусств, который утянул за собой все художественные специальности, вроде камнерезного искусства, текстиль, художественный текстиль, художественная обработка металла и в том числе ювелирную нашу кафедру. Но наш совкафедр, Ахизматулин, Асфан Канифулович, поскольку он является не только преподавателем, но еще и предпринимателем, он понимал, что вот те методы и средства, которыми готовят ювелиров на кафедре, они уже не отвечают современным требованиям. Он вроде бы владел брюшной графикой, вроде бы и неплохо умел делать что-то брюшное, но работу ему было найти довольно сложно, потому что реалии таковы, что с внедрением вот этих компьютерных технологий, прототипирования и вообще с внедрением инициативным развития массового дизайна на Урале, да и не только на Урале, я думаю, что во всей России эта тенденция прослеживается, стало сложно вот с теми старыми навыками найти свое место где-то на предприятии. И по факту выходили специалисты, которые просто были не готовы где-то работать. И он начал эту ситуацию как-то менять. Он пошел на дизайн и начал просить дизайнеров, ну, имеется в виду руководство кафедры дизайна, чтобы наконец-то у нас начали вводиться какие-то предметы, свойственные именно дизайнерам. То есть то, что преподается у них, та же колористика, композиция, какие-то методы концептуального проектирования. И в принципе это все было. То есть в этом курсе у нас это все появилось, но когда об этом узнали наверху в институте искусств, им сказали, что ребята, то, чем вы занимаетесь, это не искусство, да, хорошо, что вы там вроде бы пытаетесь как-то подготовить специалиста к современной жизни, к современным требованиям. Но все-таки то, что вы делаете, это не искусство, потому что компьютер, искусство, это вроде как вещи несовместимые. Но не только компьютер, вообще и сами средства методов проектирования, которые применяются в дизайне, в общем, они были отвергнуты представителями искусства. И Аслану Канифоровичу предложили пойти и попроситься куда-то на факультет дизайна. Он в принципе это сделал. Он пришел на факультет дизайна и сказал, что вот, смотрите, мы применяем ваши средства и методы проектирования, мы работаем как дизайнеры, да, мы работаем на нашем ювелирном поле, но все-таки мы работаем именно как дизайнеры. По крайней мере стараемся так работать. На что ему сказали, что Аслан Канифорович, мы видим, да, что вы применяете наши средства, наши методы, вы вроде бы проектируете как дизайнеры, но вы проектируете ювелирку, а ювелирка это не дизайн, это свое отдельное искусство, которое веками складывалось, и не нужно к нам сюда пытаться примазаться к нашей кафедре. Вот идите в институт искусств. Фактически дошло до того, что набор на кафедру прекратился, и два года один из довольно сильных вузов не готовит специалистов в плане именно ювелирного дизайна. Там есть своя кафедра, которая также образовалась, и там, что называется, проводится политика партии, так как это по старинке, так как считает нужным и правильным институт искусств, так там готовят дизайнер. Но доучиваются только старые студенты, по крайней мере на той кафедре, которая готовила, на мой взгляд, действительно дизайнер. Это что касается вот этой проблематики, чтобы люди не думали, что проблема с ювелирным дизайном, она выдумана. Она действительно есть, есть вот это непонимание нас как специалистов, непонимание того, чем мы с вами занимаемся. И, на мой взгляд, вот первая лекция теоретическая, которая посвящена тому, что такое ювелирный дизайн и кто мы такие, в первую очередь направлена на то, чтобы мы с вами, прежде всего, самоидентифицировались и понимали, кто же мы точно. Потому что все, кто так или иначе занимается проектированием ювелирных украшений, в принципе, где-то себя в этом творческом поле видят. У каждого есть какое-то свое представление по поводу того, что такое ювелирный дизайн. Но сегодня я бы хотел просто это конкретизировать для того, чтобы, если, допустим, у вас спрашивают, что это такое, что же это за ювелирный дизайн и чем вы вообще занимаетесь, у каждого из нас был какой-то более-менее точный ответ на этот вопрос.